Всем привет! Сегодня 19 июня, Московская область. Хочу вам показать, как на сегодняшний день выглядит миксбордер Ривьера. Он располагается вдоль забора и вдоль фасада дома. Создавала я его в 2020 году в обрамлении цветника Камень. Сейчас пик цветения тимьяна ползучего или чабреца. Это многолетник, вечно зеленый. Красиво цветущий, мелкие сиреневые, нежно-сиреневые цветы. Отличный медонос для привлечения насекомых в ваш сад. Эти цветущие поляны просто гудят. Зацветают хосты. Не все хосты красиво цветут. Это одна из красиво цветущих. Невысокие цветоносы и очень красивый цветок, крупный. Я оставляю цвести. Зацвела Вероника. Нежно-розовые свечи. После цветения я их обрезаю, она повторно цветет. Зацветает также уже лаванда. Буквально через дней 5 я уже буду срезать цветоносы, сушить, создавать букеты и саше. Также уже на бутонах это гортензия Солонг серия. У меня Солонг Сани и Солонг Роуз. Видите, да? Это ремонтантный сорт гортензии крупнолистной. Цветет на побегах прошлого года и настоящего. Тоже хосты красавицы. Вот такие хосты я цветы обрезаю, так как мне не очень нравится, как они цветут. Гортензии метельчатые. Тоже набирают бутоны потихоньку. Они отошли от мороза июньского. Вот уже бутоны. Нужно ее будет мне слегка сформировать. Самые мелкие побеги удалить. Здесь на заднем плане тоже Вероника, но свечи у нее уже ярко-розовые. Тоже красиво цветущие. Листница Степвипер. Там листница Пиндула. Гортензии. Отцвели уже аквилегии. Отцветают потихоньку. Это листница Корник. У меня будет отдельное видео на следующей неделе по лиственницам. Задавали вопросы. Поэтому буду отвечать на вопросы и расскажу, как я выращиваю, как формирую лиственницы у себя в саду. Лаванда. Здесь уже часть цветов я обрезала, потому что я смотрю по цветку. Вот именно, сейчас я вам покажу, приближу. Именно вот на такой стадии цветок нужно собирать. Вот в таком полуроспуске. Гортензии. На заднем плане это отцвели уже аквилегии. Завязывают семена. Если вам семена не нужны, именно вот сейчас нужно обрезать, иначе она будет сеяться у вас. Но мне нужно собрать немного семян, поэтому я пока не обрезаю аквилегии. Лилии. Уже на бутонах. Вот они, красавицы. Ель голубая. На очень маленьком штамбе. Так, смотрите, какой красивый цветок. Я его посадила в прошлом году. Мне дали буквально маленькое корневище. Это традисканция садовая. Вот такая красивая. Вроде бы ничего в ней изумительной красоты нет, но она интересная. Узкий лист. Небольшой цветок. Красивого цвета. Я люблю такой цвет саду. Лавандовый. Это сорт Рубра. Это было так написано на пакетике. Замечательный кустик. Очень милый. Также уже на бутонах. Это гортензия. Древовидная. Тоже отошла от мороза, потому что все почки весенние, они практически все замерзли. Но она отошла. Также сейчас пройдем. Я покажу. Это перовский. Через недельку он, наверное, зацветет. Неприхотливое растение. Многолетнее. Сравнивать ее с лавандой. Ну, по цвету так. Это вот тоже Вероника. Высокоросла. Но мне писали, что это не Вероника. Как-то по-другому. Но тоже красивое растение. Нежные, сиреневые. Свечи. Куст мощный. Прямостоячий. Многолетний. Красиво смотрится. А здесь гортензии тоже крупнолистные. Я не знаю, в этом году зацветут они или нет. Потому что они от заморозков очень сильно пострадали. Хотя я накрывала на время морозов июньских, майских. Ну, и также тимьян. Чебрец. Вот такая красота. Рассаживаю я чебрец куртинками. То есть от общего куста вырезаете просто вот такой кусочек, лишь бы корни были небольшими кусками. И рассаживаете. Несколько дней первых проливаете хорошо, а потом он приживается и образует вот такие кавры зеленые. Хорошо забивает сорняк. Кроме того, если он и вылазит, его практически не видно. И образует зеленые вот такие массивы. Хорошо смотрится. Закрывает землю. Отлично. Тоже гортензия отходит. Очень сильно пострадала. Видите, вот такие были уже ветви. Но они пустые. И ее вырезала. Это все новые приросты. Также перовские. Тель горная. Лицендра. Она в морозе. Она очень рано выходит из зимы. И в морозе ее просто... Она была коричневая. Все, она легла. Я ее обрезала под корень по уровню земли. Она, смотрите, заново. Это заново она отросла и дала даже небольшое цветение. Хорошо, что не пропала. Вот так вот. Не знаю, что происходит с этим дельфинем. Вы посмотрите, какой он высоты. Очень высокий. Метр семьдесят примерно вымахал. И на нем нет цветения. Я не знаю, он образует очень много зелени. И вот такие, как почки это или что это, даже они не цветут. Они вот в таком состоянии. Или он переродился. Я не знаю, кто знает, напишите, что нужно с ними сделать. Вот одна зелень. И в этом году дал буквально вот такие две ветки с цветами. Он очень красивый. Цвет замечательный. Белая серединка. Вот две веточки всего лишь. А все остальное это просто зелень. Что с ним произошло, я не знаю. Может быть, мне его нужно было формировать и вырезать. Лишние какие-то ветки. В общем, цветения практически нету. Практически. С этой стороны посмотрите, как выглядит чабрец. Разрастается он довольно-таки быстро. Если в этом году вы посадите небольшие куртинки, полянки, то на следующий год он будет сольется между собой. И образует такой красивый ковер. По нему можно ходить. Но во время цветения не советую, потому что очень много насекомых, чтобы вас никто не укусил. А вот когда он просто зелень, то можно ходить. Это даже хорошо. Он приминается, потому что он образует такую подушку, даже воздушную. Он приподнимается. Чтобы корни он давал, нужно его немножко приминать. Поэтому можно босиком даже пройтись. Но только не во время цветения, конечно же. Но тогда прихватится к земле и быстрее будет разрастаться. Вот такая красота. На заднем плане растут сирень. Это свитхард и бифон. Она уже, конечно, цвела. Цветоносый я обрезаю, конечно же. Лобчатка начинает цветать на заднем плане. Веники тоже потихоньку уже выгоняют стрелку. Лаванда набирает цвет. Такая красота. Плохо вышла из зимы. То есть она хорошо вышла из зимы. Но, видимо, вот эти заморские весенние в начале лета, они подействовали на шелковице на штамбе плакучей формы. Вот видите, только несколько веток отошли. Хотя у меня два дерева этих. Я вам следующее дерево покажу. Оно отлично вышло. Все зеленое уже. А вот это плоховато. Но я не убираю, пускай будет. Урожай дает. С дерева мы, как правило, снимаем по два стакана ягод черной. Но в этом году будет меньше. Здесь у меня, как вы помните, был розарий. Здесь теперь я высадила свою рассаду. Это гортензии метельчатые. Вот три штуки. На заднем плане горная сосна высажена. Также на заднем плане вдоль забора высажены это мискантусы. Ива, хакура, нишики и хосты. Также желтый барбарис на заднем плане. Отцвела уже гвоздика перистая травянка. Я ее уже буду на днях обрезать цветоносы. Очень красиво цвела. Это махровая нежно-розовая гвоздика. Имеет тонкий, приятный аромат. Тоже растет куртенка. Размножается очень легко. Такой красивый барбарис. Я его покупала, как сорт Мария. Очень яркое пятно в саду. Мискантусы. Вероника. Не знаю точно. Мне писали, что это не Вероника. Вот посмотрите, какой красивый цвет. Я почему не знаю, что это за растение. Потому что я его покупала по распродаже. И на горшке не было написано. Я его буквально купила маленькой веточкой дохлой. За 100 рублей. И вот он так сеется. Дает самосев. И такие образуют красивые свечи. Свечи, куртины. Еще один барбарис. Лапчатка. Это тоже желтого цвета. Но цветок у него немножко другой. Я обновляла куст. Сильно его вырезала. И теперь он нарастает заново. Вербейник. Еще пока не цветет. Вот они хосты. Это самые хосты обычные. Как раз вот такие хосты я не люблю, как цветут. Поэтому я обрезаю. Уже видите, обрезала. Нужно будет еще подрезать. Поднялись цветоносы. У меня их сколько, наверное, 4 куста. Вот и у всех четырех я обрезаю цветоносы. Green carpet. Это стелющийся можжевельник. Образует такую подушку. Очень-очень низкую. Прижатую к земле. Вот тоже кому нужно закрыть зеленым ковром. Землю. Отличный вариант. Хорошо выходит из зимы. Гортензия метельчатая. Тоже выходит из зимы. Только. Смотрите, какой красивый барбарис. Название точно не помню. Где-то у меня в записях есть. Вот так плохо вышли из зимы. Пострадали. Это можжевельники голубые. Пришлось мне обрезать. Они были очень большого размера. И посмотрите, что осталось. Пришлось обрезать, потому что это были уже невосстанавливающиеся сухие ветки. Вот он. Никакой. И вот. Видите, это очень взрослое растение. Такие у нее уже стволы. Но все сухо. Я думаю, что восстановится. Туя смарагт. На ножке. Тоже нужно уже, видите, подстригать. Веду ее на шарики. В виде чупа-чупса. Вот так вот. За сезон несколько раз я обрезаю, создаю форму шара. Горную сосну здесь высадила. Еще одна гортензия. Метельчатая. Так, это красавица у меня. Вихта. Посмотрите, какая она красивая. Северлог. И в этом году, наверное, она шишки мне не даст. В прошлом году, позапрошлом были шишки. А в этом году нет. Посмотрите, какая нежная, красивая. Разрастается отлично. Баданы. Это также можжевельник, стелющийся. На заднем плане это мискантос. Видите, как он сеется. Он даже, вот эта Вероника, а-ля Вероника, она даже вот здесь выросла. У меня за пределами цветника. Дается массив такой сильный. Так, здесь лаванда. Вот именно в таком состоянии лаванду нужно уже собирать. Посмотрите, цветок еще набрал уже силу. Сам цветок, но не распустился. В полуроспуске. Именно тогда нужно собирать. Тогда цветы, если вы будете вязать букеты, они не будут опадать. Цветочки. Смотрите, какая красота. Я уже связала несколько штук. Гортензия. Хосты. Теперь я вам сейчас общий план сниму. У нас две недели были дожди. Сегодня первый день, когда не дождя. Очень сильно заливает. Но ветрено. Солнце, но ветрено сегодня. Еле крокона. Роза. Я не показала вам. Эта розочка одна из всех выживших. Вот такая красивая. Сорт не помню, где-то в записи написано. Я ее посадила сюда. Самое главное, мне хотелось для вас снять, как цветет чабрец. Чтобы вы увидели. И кому понравится, обязательно посадите. Очень неприхотливый почвопокровник. Вкратце я вам показала миксбордер ривера. И хочу все-таки показать цветник каменный цветок. Это тоже цветник я создавала в 2021 году. Или в 2022 году, я уже сейчас не помню. В обрамлении камень. А здесь, в мульча, это кора. Давайте начнем с этого края. Здесь на одной из вершин каменная корыта. И растут кактусы. Это кактусы, которые зимуют у нас в Московской области. Без укрытия, без ничего. Вот так они разрастаются. В прошлом году несколько кактусов цвели. Вот в этом году не знаю. Честно говоря, после зимы они немножко пострадали, вымокли. Но ничего, они, видите, отошли. Какие изменили, я убрала. А так, в принципе, наросли отлично. Здесь тоже у меня, видите, низкорослая Вероника. Леатрисы. Это фиолетовая, в мисс Борде Ривьера находятся белые леатрисы. Это отщитки покупалок Матрона. Низкорослые отщитки голубые. Посмотрите, они цветут тоже замечательно. Желтым цветом. А цветут, когда засохнут. Я их обрезаю. Колокольчики зацветают. Вот они, видите, низкорослые. Сейчас дальше подойдем. Эквилегия черная низкорослая отцвела тоже. Не нужны семена обрезать. Иначе дается массив. Видите, она у меня здесь расползлась. Это Голд Стар. Это почвопокровный можжевельник. У него ярко-желтый весенний прирост. Замечательное растение. Вот кому нужно закрыть землю. И чтобы было пятно красивое на земле, купите, не пожалеете. Очень медленно растущее растение. Роза начинает зацветать. Это роза красная, которая продается в горшочках. Вот в магазинах обычно на 8 марта дарят. Тоже отчиток. Это подушковидная ель Little Jam. Вот она, красавица. Уже отцвели камни ломки. Я их обрезала. Частично обрезала. Вчера буквально в дождь обрезала. Это, видите, еще не успела обрезать. Чабрец низкорослый. Это сорт пигмий. Очень-очень мелкий лист. Посмотрите. Ярко-сиреневый мелкий цветок. Ароматный. Тоже образует очень плотную подушку. Если тот чабрец, который я вам показывала в миксбордере, он более рыхлый за счет листвы. Такой крупный. А этот очень мелкий. И образует прям вот реально, знаете, как кочка, подушка такая. Он посажен здесь горкой земли. Я высадила на возвышенность. В чабреце, что самое главное, не только в этом сорте, в пигме, а вообще, чтобы он не вымокал. Потому что корневая система поверхностная. Если много воды, он вымокает косты. Здесь вторая вершина, каменная корыта и высаженные каменные розы. Тоже образует плотный ковер. Разрастается. Защита от сорняков тоже. Но они прорываются. Вот они, видите, сорняки. Но все равно земля не голая. Это замечательно. Здесь несколько сортов. Видите, такие зеленые. Здесь красные у меня есть. Зеленые с красной каймой. Цветут они тоже очень красиво. Каменная роза, посмотрите. Цветок какой. Единственное, что когда цветет вот эта розетка, она погибает. Просто ее вырываете и все. Не хотите, чтобы цвели, убирайте вот этот цветонос и все. Также лиатрисы цветут. Почвопокровные седумы. Такая мелкая, красивая вероника. Свечи ярко-насыщенного фиолетового цвета. Лилии. Тоже. Уже скоро-скоро зацветут. Это винного цвета лилия. Очень красиво. Здесь у меня очень много повторяющихся растений. Также отцветает уже вот это растение. Забыла сейчас, как оно называется. Я выращивала из семян. Не помню, а сорти высевала. Это лилия восточная. Слабо сибирика. Слабо она в этом году у меня что-то. Здесь я выращивала. Сейчас покажу поближе. Это лабелия серия ривьера. Такие кустики. Кустовая форма. Седумы тоже ярко-зеленого цвета. Зацветают мелкими-мелкими желтыми цветами. На фоне зеленого-яркого цвета. Очень красиво смотрятся. Образуют такие очень красивые картинки. Как почва покровник. Тоже хороший. Выходит из зимы зеленым. Отцвели сон трава. Нужно уже подсобрать семена. Я уже собирала, показывала вам. Прострел. Сохранилась все-таки частично. У меня мшанка. Посмотрите. Она даже зацвела. Она отошла. Она вымокла. Здесь было большое скопление снега со льдом. Поэтому она вымокла. Что самое главное в почвопокровных. Это вода. Близкие грунтовые воды. Они, конечно, пагубно влияют на почвопокровные. В этом году, посмотрите. Я выращивала мульнянку. Она еще по-другому, по-научному называется. Я не знаю. Должна зацвести в этом году. Посмотрим. Тоже считается, как почвопокровные. И цветет очень красиво. Это колокольчики. Что-то здесь она развалилась. То ли кошка, может быть, спала. Я их выращивала из семян. Года два назад. Это ассортит. Уже белый колокольчик. Видите? И фиолетовый. Развалился. От дождей, наверное. Восстанавливается потихоньку обриетом. В этом году она у меня вымокла. Я ее выращивала из семян. Ну, отошла. Некоторые кусты отошли. У меня несколько здесь сортов. Вот. Это вот нежно-фиолетовый цвет такой. Сиреневый. В прошлом году у меня здесь прям поляны были. Но все равно что-то осталось. Видите, куртинки такие красивые. Это еще одна разновидность чабреца. У него, знаете, как зеленый лист и ярко-желтая кайма. Цветет мелкими розовыми цветочками. Нежными такими. А теперь я вам покажу чабрец. Разновидность. У него зеленая листва, но кайма белого цвета. Сорта, друзья, я не помню уже. Это я покупала. Цветок похож, но именно вот лист совсем другой. С белой каймой. Красиво смотрится. Вот так трогаешь. Аромат очень приятный. Так, что еще вам показать? Вот такие седы у меня еще есть. Голубоватые, тоже мелкая листва. Цветет белыми игольчатыми цветочками. Здесь у меня композиция из дерева. Вот еще вам покажу. Это уже другой цвет я выращивала из семян. Вот такой яркий, красивый. Армерия. Тулька. Тоже остригу ее. Это... Забыла, как называется. Нравится мне еще этот цветок. Если у кого-то он есть, я точно не знаю его название. Я когда покупала, сейчас вам покажу еще разновидность чабреца. И там был кусочек вот такого цветка. Он ползет. Почему покровный? Но цветет очень красиво. Я не знаю, похоже, конечно, на... Сейчас вам скажу. На гвоздику перистую. Но точно я не уверена. Еще вам чабрец сейчас покажу. В прошлом году я его высаживала, покупала. Вот такой красавец. Как-то называется альба или что-то такое. Мелкий зеленый лист. И очень мелкий ароматный белый цветок. Посмотрите, какой чабрец. Тоже образует довольно-таки плотную куртинку. И вот эту сторону я вам сейчас покажу. Видите, много повторяющихся растений. Это камнеломка. Камнеломку, кстати, я тоже выращивала всю из семян. Вот эту еще часть нужно обрезать. Это сальвия. Очень мне нравится этот куст. Он небольшой, сантиметров 35 буквально. Цветет замечательно. Что самое интересное, когда он отцветет, вот эти вот свечи. Я обрезаю, и он начинает опять повторно цвести. Это прям целое летоцветущий куст. Вот они колокольчики. Уже такого нежно-сиреневого цвета. Из семян. Это наш тамби-ель. Это камнеломка варигатная. Посмотрите, какая красивая. Цветет тоже. Это уже тоже отцвел. Сон трава прострел. Я уже срезала. Буквально недавно я купила это ирис. Какой-то очень мелкий, низкорослый. Красиво отцвел такими фиолетовыми цветочками. В общем, купила, посадила. Так у меня выглядит цветник. Каменный цветок. Давайте подойдем еще к шелковице. Это вот та шелковица в миксбордере. А это еще одна. У меня их два дерева. Посмотрите, это как вышло из зимы. Замечательно. В ногах тоже высажен чабрец. Вот она хорошо. Сейчас я вам покажу ягодки. Если дети не пособирали. Сильно не буду шуршать. Потому что они очень нежные и падают. Они сначала краснели, а потом черные становятся. С одного дерева можно собрать два стакана смело. Если убрать из двух. Вот еще. Видите, вот они ягодки. Поспевают очень быстро. Дети съедают, потому что и птицы их едят. Такие мелкие ягоды. Это дерево хорошо. А вот то не очень. Красиво смотрится. В саду у меня растут эти два дерева уже 4 года. Вот так выглядит цветник. Каменный цветок. Давайте еще подойдем к одной композиции. Это небольшая композиция. Здесь, если вы меня смотрите, был цветник Венера. Я его убрала. Здесь была каменная отсыпка. Мне это очень не понравилось. Плохо растут растения, как мне показалось. И здесь осталась каменная корыта. Камни, которые здесь были, я их оставила. Такая небольшая садовая композиция на арках растут лиственницы. Смотрите, уже практически дошла верхушка до середины. Потихоньку закрывает металл и будет арка из лиственницы. Про лиственницы я вам обещала. Это отдельное видео. И здесь вторая же такая же арка. На ней лиственница Стив Виппер. Сила роста у него поменьше, чем у пендула. Это пендула. А значит, здесь высажены ель и можжевельник горизонтальный. В этом году была куплена вот такая арка красивая. И я высадила... Как он называется? Не княжек, а еще есть... Забыла. Представляете? Лиану, в общем. Сорт я напишу. Какой высажен здесь. Покупала в этом году. И вот такая тоже небольшая металлическая красота в сад. Это поилка или кормушка для птиц. Сейчас отойду и покажу, как в общей сложности это выглядит. Это проход через арку в сторону теплиц. Это проход в ту зону. Вот так все выглядит. Все камни, вот эти все камни, вот эти все камни, камни, которые находятся там в ревьере, это все камни выкопаны здесь в деревне. Часть на нашем участке, часть просто в деревне. Мы ходили и копали. Их по весне выдавливает. И просто ходишь, в принципе, подкапываешь просто и все. Ну и покажу вам зону отдыха. Лабелия. Кустовая серия ревьера. Вы посмотрите, какой цвет. Чудесная ревьера. Нежная, небесно-голубого цвета. Как камера передаст, не знаю. А вообще глазами это чудесный цвет. Небольшая композиция в корыте. А здесь качеля. Высажена подвесная кашпо. Я плела сама. Высажена лабелия серия ревьера. И высажена пеларгония. С этой стороны так же. Такая красота. Ну и небольшую еще одну композицию садовую. Хочу вам показать. Это живая картина. Здесь растет пеларгония. И высажена лабелия кустовая серия ревьера. Такая красивая. В лесу булавная собирала веток. Это дикое растение. А медленные глазки. Нужно будет выкопать другую свежую посадить. Вот такая композиция. Друзья, следующее видео будет про лиственницы. Как я и обещала. У меня в саду 6 полных сортов лиственниц. Буду вам показывать, как я ухаживаю. Что делаю. Как подстригаю. Чем обрабатываю. А сегодня я вам хотела показать немножко красоты цветущей. Потому что сад меняется. Мне как-то написали в комментарии, что у меня в миксбордере очень мало цветущих растений. Друзья, я цветник. Показываю все цветники в разное время, периоды. А в начале, конечно, были в основном хвойные растения. Многолетние. А теперь довольно-таки много у меня здесь и цветущих. Дальше еще будут распускаться цветы. Дальше цветут еще гортензии. Будет вообще очень красиво. Поэтому цветник меняется чуть ли не каждую неделю. Поэтому всего достаточно и хвойных, и цветущих. Все отлично. Друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на YouTube канал. Заходите в Telegram канал. Подписывайтесь. Я оставлю ссылки в описании под этим видео. Мне будет очень приятно. Заходите, пишите комментарии. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.